Здравствуйте, мои дорогие зрители! Это гонки с горы на самодельных болидах. Все корпуса сделаны самими командами, и двигателей в них нет. Разгоняются экипажи как могут, дергают колеса. Слева видно, ребята уже дернули пару колес скорости. За ними едут какие-то синие. Они тоже уже заправились. Гонка будет весьма агрессивная. Скорости достигнут 110 км в час и выше. Справа сверху отображается трасса. Видно, что будут резкие и опасные повороты. Едут отец и сын Зумба. Сын зигует! Довольно быстро перестал. Видимо, вспомнил о камере. Отличная аэродинамика у болида Зумба. Напереди написано «Товарищи». На одном из крыльев «Верю в Бога». Все болиды в этой гонке разных конфигураций. Хендмейд, чьи-то проекты лучше, чьи-то хуже. У Зумба у вас значительно быстрее. На три места улучшат свою позицию всего за один поворот. Вот серый человек стесняется носить обтягивающие майки. Зря такая большая работает, как парашют. Тормозит его. Двигателей в болидах нет. Если честно, то тормозов я тоже не вижу. Опасно! Скорость нужно набирать любыми доступными методами. Разрезать воздух чуть ли не ножницами. Мощный поворот направо. Маркус Зумба. Отец. Проходит его по внутренней дуге. Не хватает этого, чтобы догнать оппонента. Сын Сезар. Показывает рукой. Держись, бать правее. Батю все равно тянет налево. Ну понятно, справа деревня Айпут, где церковный приход. Там проходят свадебные церемонии. По отзывам хвалят. Если что, заезжайте. Но вообще местное туристическое ведомство советует посетить город Хуигра. Там и церковь тоже есть. На сайте у них люди в очередь выстраиваются посмотреть на местную железную дорогу. Видно, что им очень интересно. Лица довольно унылые. Так, резкий поворот налево. Марка попытается обогнать сейчас оппонента. Сближается с ним. По предыдущим двум видео мы знаем, что семья Зумба блистает именно на резких поворотах. Но не хватает скорости. Блин, зачем они перекрасили свой болидный шлем из красного в синий? Были же значительно быстрее. Еще двое. Ну что ты будешь делать, Сезар? Давай быстро дуй назад, ускоряйся. Если бы его вчера пил текилу и сегодня поджигал бы пары при выдохе, можно было бы симулировать реактивную тягу. Кстати, в 2014 году здесь стоял знак «Сбавьте скорость». На нем кто-то написал «Согуала», что значит «Я крутой». Знак пришлось убрать. Видимо, никто не может быть круче местного главного по дорогам. Но обороты сбавлять они и правда не будут. Сейчас нас ожидает самый скоростной участок трассы. Сто километров в час там. Еще не пердел. Риски довольно высокие. Второй пилот Сезар, сын Зумба. Может и вывалится здесь на резком повороте. Но я думаю, отец Марка об этом знает. Ни одной гонки он не пропускает. Думает, один груз сбросить, а другой на душу взять. Скорость уже просто гигантская. Сто десять километров в час. Вот этих четверых впереди нужно обгонять срочно. Блин, какая красивая природа в Эквадоре. А какие классные дороги. Ни одной ямки. Воздух чистейший. Машины ездят без двигателей, без выхлопов. Правда, маршрутку так на ходу запрыгнуть тяжело. И так постепенно Зумба приближается к оппоненту. Вон он, тот самый резкий поворот на сто восемьдесят градусов. Марка мастерски вписывается в него по внутренней дуге. Эх, не хватает ты, Майор Динамикс. Набрал веса, что ли, Сезар? Хоп, словил комарика. Это тебе, Сезар, на ужин. Пора худеть, тормозишь ты меня. Найден универсальный подарок для ваших близких. CGPods от тюменской компании Кейс Гуру. Которые вошли уже в топ-5 наушников России. CGPods можно купить в четыре раза дешевле понтовых Apple AirPods. А количество функций в разы больше, чем у яблок. Главное, это влагозащита. CGPods можно мыть под краном, принимать душ и даже плавать. Важно, что звук у CGPods ни разу не хуже яблочный. Автономность 20 часов. Не секрет, что девушки любят ушами. Хочешь быть услышанным? Тогда вам нужны CGPods Lite с самым маленьким в мире антистресс кейсом. Как коробочка для кольца. Девушки в восторге. И щелкает магически. Брутальный CGPods 5.0. В кейсе из авиационного алюминия, который выдерживает до 220 килограммов. Запредельно надежный девайс для активного использования. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления телефоном прямо с наушников. Доступно 11 команд. Благодаря конструкции отлично сидят в ушах. Купить их можно только онлайн. 3.990. Честная и прямая цена. Без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии. А если что, обмен на новые без ремонта. На мой взгляд, отличный подарок в любой ситуации. Переходите по ссылке в описании в официальный магазин производителя. Там вас ждет подарок от меня. Код на скидку 200 рублей. Действует на любые модели наушников CGPods. До въезда в город Аляуси остается 1 километр. Оппоненты далеко. Нужно чудо, чтобы догнать их. Но как раз Министерство туризма Эквадора 3 года назад назвало этот Аляуси волшебным городом. Произойти там может всякое. Известно, что множество ямальских рабов погребены здесь, когда взрывали динамитом гору для железнодорожного туннеля. Поезд тот назывался Норис Дель Диабло. Но с дьяволом. Зумбам сейчас бы пригодилось немного ямальской вуду. Резкий поворот направо. Марка проходит хорошо. Слева гигантская надпись. Добро пожаловать в Аляуси. Если нас смотрят на Ямайке. Кто-то, наверное, там невольно поежился сейчас. И вот-вот как будто бы начинается сближение. Неужели? Марка щелкнул Норис Дель Диабло. Он щелкнул нос дьявола. Смотрите. Они ни с того ни с сего начинают ехать гораздо быстрее. Железная дорога здесь была одним из самых смелых проектов, реализованных в горах Южной Америки. Много рабов полегло здесь. Марка говорит, держись правее. Я не смогу затормозить. Духи несут меня. Почему же зумбы внезапно так сильно ускорились? Волшебный город. Вот Марка мастерски берет еще один поворот. Скорость почти 100. Кто-то откидывает его назад. Подсказывает. Улучшает его аэродинамикс. Вон справа на обочине розовое здание. Спортивный караоке-бар точка G. Punto G по-испански. И тут же рядом двухэтажный отель. Чтобы было недалеко везти, скорость снижается довольно резко. Этот промежуток трассы даже немного в гору идет. Видно по датчику высоты справа. Наверх, говорит Марка. Наверх вставай. Сезар что-то колеблется. Не встает. Вставай, мальчик. Или я тебя встану. Начинает совершать возвратно-поступательные движения. Ногой, ногой давай. Путь все еще наверх. В гору. Справа ресторан Парадеро Паса Таурино. Еда дешевая и несвежая. Но туалеты, говорят, нормальные. Марка уже в ярости. Ты что, бежать не можешь быстрее, что ли? Не, пап, ну я это. Как будто рановато сел Сезар. Мог бы еще поразгонять. Ребята впереди уходят в отрыв. Ландшафт постепенно меняется. Мы въезжаем в волшебный город. А-ля Уси. Столица Кантона. Население 5,5 тысяч человек. Город известен своей архитектурой. Большая часть домов старше 100 лет. Кто-то скажет, что когда рабство отменили, так и дома строить стало некому. Точно мы не знаем. Как же хорошо, что Марка и Сезар Зумба возят нас по разным интересным уголкам Эквадора. Вон справа лестница в спортивной караоке Бар.Ги. Смотрите внимательно. Справа у двери плитка висит. Конструак Абадос сделают ремонт. Положат плитку. Металлические профили, трубы, сантехника. В отзывах Александр Медоза пишет, что купил там керамику, ванну и ему дали очень дешевые мортиры. Что это значит, понять невозможно. Зумба тем временем выходит на финишную прямую. Сейчас последний пауэр-оп. Зеленый обгоняет их. Ну конечно, там ко-пилот постоянно дергался, тогда как Сезар сидел и прохлаждался. Рассматривал, где тут ремонт можно сделать. Вот эту улицу сейчас проедут до конца. И это будет почти вся ширина города Аляуси. В целом очень удобно для туризма. За два дня можно обойти все. Плюс посмотреть ту самую железную дорогу. Волшебный город. Единственное, немного пасмурно. Но заезд проходил 13 ноября 2021 года. Думаю, в солнечные дни в Аляуси будет просто прекрасно. Кстати, на всякий случай, они встали рядом с аптекой Пидрито. Сезар встает, поздравляет отца за то, что у него такой скоростной сын. Марк аж в капюшоне ехал. Видимо, на этих спусках довольно прохладно. Руль к болиду привязан веревкой. Техника автоваза. Ну что же, дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилось это видео. Желаю вам здоровья, добра, любви и процветания. И, конечно же, денежных средств. Спасибо за просмотр. Спасибо за внимание. До свидания.